Привет, девчонки! Мы собираемся в отпуск и Дашу, естественно, берем с собой. Короче, в этом видео я хочу показать все то, что мы берем. Может быть, кому-то тоже пригодится, кто с таким маленьким трехмесячным ребенком собирается в поездку. В общем, приступим. Тут я уже немножко все решила выставить по кучкам. Вообще, у меня есть вот такой вот список, который предлагает BabyWaltz, в общем, фирма, которая все для детей там продает. Но тут оно все, ну, достаточно так скудненько написано. В общем, это то, что мы берем с собой в машину. Нам ехать пару дней и два дня ночевать в двух разных странах в отелях. В общем, я тут на всякий пожарный случай взяла с собой, это то, чтобы у нас было в машине, слюнявчик. У Дашки уже текут слюни обильно. Тоже полотенце вытирать ей все это. И вот я уже не одна, вот барышня тоже хочет посмотреть, что же там ей берут. Тут я уже себе выбрала три раза переодеться. И причем я сразу все вот так сложила вместе, так, чтобы взять и сразу переодеть. То есть там вот штаники, бодик, кофточка. И такого вот счастья три раза. Потом это букашка Бу поедет с нами, она нам песенки будет петь. Да, вот так. Потом это уличная, ну как не уличная одежда, но такая тёплая. Пледик в максикозе. Тут тоже всякие слюнявчики, платки. Вот тут носочки, тапочки, колготки. И эти вот тряпочки, чтобы умываться по утрам. Это то, в чём она поедет. Я уже приготовила. Дальше у нас вот тут все наши эти вот принадлежности, чтобы покупаться. Градусник, в общем, гель для душа. Тут одёжка. В общем, всё, что было практически. Я всё беру с собой, потому что стирать, не знаю, не очень хочется. В общем, беру достаточно. Да, потом у нас ещё вот тут уже начинает собираться что-то типа аптечки. Это фалган, это свечки, жаропонижающие на всякий случай. Носик чистить, соляной раствор, расчёска. Две соски на всякий случай. Потом капельки, которые она должна каждый день принимать. Крем. Это просто крем обычный для попки, там мало ли что. Потом с нами поедут присыпка, обычный крем и масло. И вот там вот стоит жидкость, которая дезинфицирует руки. И тут ещё ватные палочки для ушек. И просто обычные ватные палочки тоже пригодятся. Вот эту вот штуку мы тоже возьмём с собой, потому что в отелях всегда холодно в ванных комнатах. Но только нет, у нас есть такая поменьше квадратная. В общем, утопление поедет с нами. Потом тут я уже подготовила сумку свою. Так и в этой сумке у нас градусник. Эта сумка тоже останется как бы в салоне. Градусник, мои штучки для кормления, пакеты для памперсов использованных. Там пачка салфеток ещё и тряпочка для слюнки вытирать. Это будет Дашиной кроваткой на некоторое время на все эти две с половиной недели. И там ещё внизу вот эта жёлтая, это как на пеленальный столик. Такая подстилка, но она немножко тоньше. Но всё равно её беру с собой на всякий случай. Теперь переходим к отделу кухни. И тут питание. Меня спрашивали, какое она ест. Это вот такой вот оптомин, про нутро номер один. Это от рождения она идёт. Тут в этой упаковке 800 грамм. Ты уже едешь? Я думаю, возьму одну. В принципе, её можно распаковать. Там ещё вон сколько места. Это я высыпала старую. Сюда там было немного. Тут вот ещё сколько можно насыпать. Эта ложечка, кстати, не отсюда. Это от Хип. Потому что она такая длинная. А тут идёт вот такая вот коротенькая, жёлтенькая. И ей очень удобно ковыряться в такой длинной коробке. Дальше с нами поедет вот этот согреватель питания. Не знаю, как он по-русски называется. В общем, туда наливаешь 10 мл воды. И сама вот эта штучка. Вот она. Сюда, в общем, наливаешь водичку. 10 мл. Выливаешь туда. Включаешь. Вот так. Чик. Кнопочка. И тут, в общем, есть бутылочек. От чуть-чуть до полных. Потом замороженные. То есть из холодильника чуть-чуть и полные. Потом баночки. Вот эти Хип, для которых еда. А вот это функция в машину, когда берёшь его. И для машины есть тоже вот такой специальный штекер. В общем, кажется, он втыкается туда, где этот вот прикуриватель. Но точно не знаю, поэтому пока точно не расскажу. Даша уже едет уже несколько дней. Научилась делать бру. И всё теперь. Потом ёршик для... Поехали. Ёршик для мытья бутылочек. И, кстати, вот в эту вот штуку очень хорошо помещается вот этот стаканчик. Сюда, в общем, не мешаешь всего подряд. Ставишь его, он очень плотно садится. И получается, что пар не выходит в мебель. А всё остаётся там внутри. Потом оно отключается. Либо я его вытаскиваю из розетки. И получается очень... Ну, как быстрее получается, чем когда пар выходит. Дальше берём вот эту бутылочку. Эта, которая со съёмным дном оказалась вообще очень хорошей. У неё такая дырочка тоже широкая какая-то. В общем, Даша из неё очень хорошо пьёт. Да. И ещё мы берём с собой одну бутылочку. Нашу термобутылочку. Больше никаких. Вышла я быстренько в мастерскую, пока Дашка там осталась. В общем, это я беру себе ещё одну пачку. Тут их всего лишь 24. Потом вот эти салфетки. Это обычные платочки, такие салфетки. Просто они идут где-то раза полтора-два больше, чем обычный Клиникс. Так, это салфетки её влажные. Ещё две пачки на всякий случай. Нам папа сегодня соски купил ещё. Но, в принципе, не знаю, если пригодятся, но вряд ли. Это подстилочки, чтобы менять ей там все эти дела её. Это нам салфетки. Это вода, которой она... Которой, в общем, мы ей делаем еду. Ой, честно говоря, мне кажется, этого делать не стоит. Тут вода для детей. В общем, обычная вода. Но вкус она точно такая же, как та, которую я пью без газов. Но мы берём с собой вот упаковку. Там шесть штук. Этого достаточно. В общем, оптомили ещё одна новая. Ну, не знаю, но вряд ли. А эта всё тоже поедет вместе с нами в качестве подарка. Ещё вот одна штука тоже незаменимая. В общем, памперсы. И вот эти вот Baby Dry, они намного лучше, чем те, которые написано Premium Protection. Там у них пять звёздочек. И они вроде бы должны быть такие супер-супер. Но на самом деле эти намного лучше. И стоят они, по-моему, дешевле. Если я правильно поняла. Тут, в общем, стоит, что они до 12 часов выдерживают. Я могу сказать одно. Если Даша ложится в 8 часов, мы идём готовиться ко сну. Я ей меняю памперс. То в 8 утра следующего я его снимаю. Ночью не снимаю, не бужу я. Потому что я раньше меняла ей ночью. И она просыпалась, в общем. И потом не могла заснуть. Я вместе с ней, естественно, сидела. Короче, мы перешли на вот эти. Эти намного лучше, на самом деле. Так, в общем, это, пожалуй, и всё. Оно ещё, конечно же, коляска, макси-кози и изофикс. Точно, надо ещё установить изофикс машину. Это, пожалуй, всё на данный момент. Спасибо за внимание. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Пока-пока и всем приятных поездок.